Вы пришли в Ашан чуть больше года назад, и тогда вы заявляли о планах его изменить. Что удалось из запланированных пунктов за это время сделать? Что мне уже удалось изменить? Я пришел в Ашан в ноябре прошлого года. Десять месяцев назад. В этих десять месяцев первые недели анализировали ситуацию в компании и потом начали в принципе так, как идет путь товара, процессные изменения. Как первые мы начали изменения в отделе закупок и с нашим ассортиментом, нашими товарами. Мы там очень много уже изменили последние месяцы и это видим в несколько категорий, как очень положительно уже развиваются выручки и как наши клиенты на это реагируют. Во время пандемии мы сильно инвестировали в онлайн-канал, мы изменили и IT-программы, мы изменили наши собственные решения, наш веб-сайт, приложения. И нам удалось в факту 6-7 раз увеличить онлайн-продажи внутри Ашана. И сегодня уже 90% наших гипермаркетов, они работают так, что они могут 35 тысяч позиций товара доставлять на базе заказов покупателей вместе с партнерами. В августе, то есть около месяца назад, вы анонсировали, что скоро у вас появятся магазины, запуск новой концепции. Вот что это будет и на что это будет похоже и когда ждать пилот уже? Да, понятно, что первый у нас сегодня 75% нашего бизнеса это гипермаркеты. Мы уже начали изменение нашего концепта и приоритет в следующем году будет, что мы несколько большие наши гипермаркеты так реструктурируем, уменьшим частично площадь, туда интегрируем новые сервисы для покупателей. Уменьшим категории, которые уже не так востребованы в гипермаркете и это будет первое, что наш существующий бизнес в следующем году будет еще кардинальные изменения, еще больше, чем нам удалось сделать в этом году. Первое. Второе – супермаркеты. Самые хорошие результаты показывают сейчас наши супермаркеты, потому что мы там уже адаптировали концепт. Мы планируем в следующем году открыть новые супермаркеты и то, что во всех, то, что мы будем продолжать, мы комбинируем, мы это называем «фиджеты». Это будет физическое и дигитальное решение и наш цель, что мы и наш супермаркет, концепт супермаркетов, мы будем их оптимизировать, чтобы из них оптимально доставлять товар, продавать через онлайн-каналы. Это первое. Второе. Новый тип магазина – это будет драйв, так что покупатели могут заказать товар, могут по пути домой, с машины ехать мимо магазин и получают быстро, в течение двух минут их заказ. После того, что они приехали к этому магазину, получают свой заказ в багажник и плюс драйв для пешеходов. Это значит, что мы будем открыть как сателлиты вокруг гипермаркета, маленькие, совсем маленькие магазины, близко к дому покупателя и он заказывает у нас товар и может вечером по пути от метро домой просто входить и забрать свой товар пару сотен метров от своего дома. Всех интересует, почему вы отказываетесь от магазинов Мояшанов, маленьких, то есть сейчас вот кого не послушай, все идут в какие-то маленькие форматы, в магазины у дома, там кто-то что-то делает, развивает, а вы их закрываете. За счет чего вы тогда планируете быть ближе к покупателю? Ну почему? Это мой новый тип магазинов. И как раз потому, что местоположение, где находились эти магазины, это не соответствует тому, что рынок сегодня требует. Это как первое, это у нас были только 9 совсем маленькие магазины, для этого нужна отдельная логистика, для этого надо отдельные системы. И в принципе это развивать, в этом нет для нас смысла. Мы хотим развивать более современные форматы и будем их развивать. Это значит, где мы можем лучше обеспечить дигитальные решения. И это другие концепты, это другие местоположения для магазинов. И мы все эти места мы анализировали и они не соответствуют требованиям современных маленьких магазинов. И все. И поэтому мы их закрыли. Ваши новые концепции не подходят? Нет, они не подходят. Просто от места. Местоположение для этого не подходит. Ну на Тверской. Нету парковки, нету вечером трафик, ну люди, которые туда входят. Это было неправильное местоположение. Поэтому мы их закрыли. Вот вы сказали, что вы будете сокращать в том числе ассортимент, когда будете перестраивать свои гипермаркеты, уменьшать ассортимент. А от каких товаров, в каком ценовом сегменте вы хотите отказаться? Это не связано с ценовым сегментом. Ценовый сегмент, там где мы работаем, этот рокот мы не будем. Это чисто, например, если вы знаете, что в группу Ашан тоже входят магазины, как Лерой Малай, как Декатлон, как Киаби. Там где мы вместе с нашими коллегами из семьи Ашан живем стена на стену. Например, там где Ашан, там где Лерой Малай прямо у нас рядом, мы там будем уменьшить ассортимент, ремонт, мы светильники будем уменьшить. Это значит, мы уберем вот эти вещи. Там где мы идем близко в корпорации с Декатлон, и Декатлон придет к нам с 30 квадратных метров спортивные товары. Понятно, что мы будем там уменьшить спортивные товары. Есть категории, которые менее и менее востребованы, а мы будем развивать те категории, которые больше востребованы. В гипермаркет, для этого надо место, и поэтому мы будем некоторые категории. Сегодня у нас мы продаем, например, еще кран, мы продаем инсталляцию. Вот эти моменты мы все будем убрать из магазина, потому что для этого развивались последние 10 лет специалисты. И как в Меге, если у нас тоже прямо через 100 метров обе, это понятно, что мы тогда ассортимент DIY у нас не будем как приоритет дальше держать. Потому что это место нам нужно, чтобы развивать те новые услуги, как я на сцене только что объяснил. Мы идем в Food Fresh, и для Food Fresh для этого тоже нам нужно место, которое сегодня нет. И мы уменьшим нон-фуд ассортименты, чтобы увеличить нашу предложение продуктов питания, особенно в селе свежие продукты. Понятно. Вопрос такой, вы в российском ритейле уже давно, то есть вы успели поработать в нескольких сетях. И вот если так говорить в целом, как вы сейчас оцените состояние российского ритейла? Ну, российский ритейл, он обновляется сильно. Еще, ну, 10 лет назад западным компаниям было очень легко со своими IT-системами, IT-решениями, со своими процессами, со своим ноу-хау на международном уровне. Было очень просто успешно эксплуатировать торговые сети здесь в России. Но то, что в последние годы произошло, сегодня российские ритейлеры, они работают в сфере биг-дата, дигитальные услуги. Например, мы в конкуренции тоже с Яндексом. Яндекс работает частично на абсолютно высшем мировом уровне. И, конечно, вот есть участники на рынке сегодня, которые на очень высоком уровне, они тянут все конкуренты и весь отрасль, они тянут с собой. И мы все, ну, нам нужно работать с очень современными методиками. И поэтому я считаю, что сегодня состояние топ-10 в России, оно на уровне того, как коллеги работают, и в целом вот эти топ-10, он сильно увеличивается. И, в принципе, ну, это экономическая ситуация в последние годы в России. Это все сети тренировали, улучшить свою эффективность, уменьшить расходы, быть более клиентно-ориентированным. Ну, этот рост магазинов у дома, супермаркетов, вот это хорошее развитие конкуренции, это для нас всех, для всех. Это вызов, и это хорошо, потому что так улучшится постепенно больше и больше услуги, которые сегодня розничная торговля оказывает русским потребителям.